Инкубаторы эти у нас 30, они склонны к перегреву, мы уже говорили, и еще температура плавает в зависимости от поворота лотка. Мне доказывается все проще, вот просто смотрите, я вам покажу. До конца инкубации я не буду увеличивать температуру, она останется такой. Вот тут у нас вот так, здесь у нас конвертеры, вон там видео. В конце видео будет, как всегда, сводная таблица, в которой я покажу, сколько было яиц, сколько оплодных, неоплодных и какой процент вывода в итоге мы получили. Друзья, всем привет! У нас подходит завершение инкубации индейки, заложенная с 24 на 25 марта ночь. Пока она в инкубаторах, я хотел поделиться такими наблюдениями по поводу яйца, по поводу инкубации. Смотрите, значит, я вкратце расскажу вам, что индейка у нас инкубировалась с 25, грубо говоря, марта по 7 апреля вот в этом инкубаторе, после чего у нас было произведено авоскопирование 150 яиц, из которых 150 яиц хайбрид-конвертера и 20 яиц БИК-6. То есть в сумме это все было у нас 170 яиц. Из 170 яиц у нас было 6 неоплода. Но об этом ролик был вот здесь, если интересно, посмотрите. И, значит, были переложены эти яйца у нас 7 апреля вот в эти три инкубатора. Инкубаторы эти у нас Блиц, да, Блиц-норма, Блиц-лупер. Ну, то же самое, как говорится, только в кофе. Вот. Они склонны к перегреву, мы уже говорили на нашем канале об этом. И они склонны еще к неравномерности температур между вот этой части, которая находится ближе к блоку управления, и этой части, которая находится дальше к блоку управления. И еще температура плавает в зависимости от поворота от лотка. Это стало особенно очевидно для меня и заметно, когда я установил датчик на яйцо. И теперь я, в общем, инкубирую вообще все инкубации. Теперь я вторую хотя бы ее часть, ну, не хотя бы, а вторую часть инкубации провожу путь температуры, ориентируясь на температуру датчика на яйцо. Можно это показать. Чтобы сохранять температуру на яйце до 38,3, да, или вот как я держу 38 в среднем, мне приходится ставить температуру в инкубаторе 36,4. Вот, и эта температура, вот 38, да, при такой температуре в инкубаторе сохраняется только при среднем положении лотка. Если лоток переворачивается вот в такую позицию, температура возрастает в среднем на 0,3 градуса. Вот, если в это положение чуть меньше, там, на, по-моему, на 0,2, вот так вот, короче. То есть, смотрите, с 25-го дня, получается, я поставил температуру в инкубаторе 36,4 во всех инкубаторах. Я... А, ну вот, смотрите, кстати говоря, обратите внимание, температура одинаковая. Вот 36,4 в инкубаторе в самом и на яйце 37,9. И в этом, посмотри, 36,4, 37,9. Видите, как четко стоят? Здесь у меня нет датчика, но я проверял, как бы, он так же работает, как эти. Вот это чуть холоднее у нас. Он, предключение света у нас понижает температуру. Видимо, меньше намотали на греющего кабеля, ну, вот этого элемента, спиральки. До конца инкубации я не буду увеличивать температуру, она останется такой. Возможно, мне даже придется ее чуть уменьшить, возможно, но, не знаю, будем упадать. Так что, вот такую особенность я вам хотел показать. Раньше, в предыдущий год, мы инкубировали индейку при температуре здесь, ну, наверное, 37,5 минимум, вот, а то и 37,8. Но это привело, явно приводило к перегреву яйца. И то, что у нас были там определенные, да, не выход из яйца у нас был там какой-то, в общем, это причина перегрева в последней стадии инкубации. Вот, так что, совет мой вам, используйте датчик на яйцо и ориентируйтесь по нему со второй, где-то, стадии инкубации, ну, по крайней мере, хотя бы на последних, там, 5-6 днях перед выводом. Потому что яйцо греется очень сильно, вот, и очень легко перегреть, не будут проблемы. У меня было видео, помнишь, может быть, где в лице не ожидается пленка в яйце, да. Вот здесь ссылочка будет. И я в описании тоже оставлю, там у меня был достаточно интересный эксперимент, я на КОБах тренировалась. А что там, потом узнаете, посмотрев видео. Вот, ну, в общем, не знаю, мне показалось, я говорю, что вот здесь вот температура выше на яйце нагоняется, чем здесь. Ну и там, вот, пойди подругой. Проходите. Вот сейчас просто ладонью. Как парохладники такие. Да, здесь теплее руки. Может быть, это охлаждение идет неравномерное, может быть, вентилятор здесь будет больше, как бы, движение воздуха создает, а здесь меньше. Может быть, от этого, да, кстати, может быть, от этого, потому что мы загоняемся особо, здесь разницы такой не будет. А ты когда проветриваешь или охлаждаешь яйца, ты выключаешь температуру? Ну, конечно, я нагрев только выключаю, поворот ставлю в промежуточное положение. Их вообще по-хорошему ладки вытаскивать надо, но здесь у меня уже за счет моей криворукости больше вероятность, что я эти ладки уроню, и яйца погибнут. Не от перегрева, а от механического воздействия просто наоборот. Ой, у меня с какой-то. Скажи, пожалуйста, мы с тобой тоже часто пренебрегали вот этим датчиком на яйцо достаточно долго, мы не пользовались им. Мы не пользовались им, да. Да, не считали это нужно. Нет, я считал, что это нужно, просто я еще не думал, что нужен какой-то датчик там, да, специальный, с каким-то изолирующим колпачком, чтобы он вот сюда одевался на яйцо как-то там, да, отсекалось с пространства вокруг яйца. Но нет, оказывается, все проще, вот просто смотрите, я вам покажу. Вот на середину яйца крепится скотчем, вот даже у меня здесь низковато, можно вот чуть повыше. На середину яйца крепится вот этот вот датчик, металлический он должен быть, он более как бы правильное показание снимает. И скотчем я вот так раз, и ставлю яйцо, чтобы не касался этот датчик соседнего яйца, а он попадал в промежуток между яйцами. И все, ну естественно, яйцо должно быть оплодотворенное, да, понимаете, то есть это надо проверять. Я датчик вешаю, ну где-то с, на бролере, наверное, с одиннадцатого дня. С середины. С середины, да. На индейке с четырнадцатого дня. С середины. Повесил, потому что до этого нет смысла смотреть, температура, она будет такая же, как в инкубаторе, в середине. В середине это самое. Цикла. Цикла, да. А в начале инкубаторе на яйце будет температура ниже, чем в инкубаторе, соответственно. Ты обоскопируешь яйца? Я обоскопирую яйца, может быть неправильно, только перед выводом. Либо когда у меня идет перекладка, тогда тоже у меня есть повод, повод, да, про обоскопировать яйца. А так на десятый день я не обоскопирую яйца. Почему? Ну а мне это неудобно, зачем? Во-первых, я яйца, те, которые вытаскиваю, которые густые, мне нужно перекладывать лавки, да, всю замок закладывать. Я, возможно, урон принесу яйцу больше, чем это самое. Но нет, в этом случае не механически, я стараюсь это аккуратно делать, что ты улыбаешься. А в том плане, что они остынут там или еще что-то. Но на десять дней, на самом деле, с температуром помещения 25 градусов, то ничего страшного, они не остынут. Но, короче говоря, мне просто лень перекладывать, и мне нечем загнутить про это пространство, поэтому геморролик зачем. То, что там яйцо тепло охлаждает соседнее, но я в это слабо верю. Вокруг яйца достаточно пространства, что там от него. Она по площади касается соседней, с соседними яйцами, там, ну, я не знаю, ну, сколько там площадь будет, 2 миллиметра. На любом случае, это яйцо примет температуру окружающей откубаторного воздуха и... Как любой неизуществленный предмет. Сильно не переохладит, мне так кажется. А если она, на второй стадии, наоборот, будет лишнее тепло отбирать в эмбрион у соседнего яйца. Ну, не знаю, я вот так делаю. Нет. Мы ленивые, короче говоря. На том инкубатрии тоже меня видите, датчик висит на стене. Он на яйце закреплен, брулядно. Ну, ты вскок сегодня, дней 10, наверное. И вот уже на яйце чуть-чуть повыше температура, на 2 градуса. Ну, возможно... Возможно, он просто лежит там, движет нагреватель, чуть-чуть, где-то разница. Возможно, 0,2 градуса она может быть. Сейчас вот 0,1. А может быть инертность просто. Ну, вот здесь 0,37,6, здесь 0,37,5. Так, друзья, утро следующего дня. Вот мы можем видеть, что за ночь температура на яйце поднялась до 38,2. Температура в инкубаторе 36,3, 36,4. Но я сейчас дверь открывал, поэтому она скачет. Так было 38,2 и 36,4. Здесь то же самое на нижнем инкубаторе. Вот здесь стабильный. 36, тоже, да, и 3, 36,4, 38,2 на яйце за ночь. Температура поднялась. Итак, друзья, начался вывод у нас на день раньше. Но это вот первые, скажем так. Здесь две штуки вывелись. И здесь, значит, здесь хайбрид сидит пока. Вот биг-1 вылез. Сейчас я его попробую. Залез между яицами. И в этом инкубаторе тоже один хайбрид вот уже вышел. Яйца с наклевым. Но я смотрю, не все, не все. Вот, посмотрим, когда у нас основной вывод произойдет. Вот эти вот четыре штуки, получается, из трех инкубаторов вышли где-то часов на 20-24 раньше положенного. Так, вывод идет в полном разгаре. Смотрим, что там у нас. Вот тут у нас вот так. Здесь у нас конвертеры. Вон там биги. Тут у нас тоже конвертеры. Вот они. Все вношу. Так, прошло еще четыре часа. Нормально лопятся довольно-таки. Бодренько они. Искучено. Друзья, можно подвести итог. Инкубация закончилась. Я думаю, что вот от этих яиц не стоит уже птенцов ждать. Смотрите, значит. Давайте вкратце скажу, как бы, буду тоже. Все-таки я считаю, что мы немного подогрели яйцо, потому что все-таки вывод основной прошел на 27-й день. То есть 26-й день у нас произошел наклев, и основной вывод произошел на 27-й, а начался он в ночь с 26-го на 27-й день. Вот. Но выходили дружно, в принципе. Вот сейчас у нас буквально через час будет 28-й день начнется, но у нас уже все вышли. Вот. Смотрите, значит, в инкубаторе осталось у нас... Покажи. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять яиц. Вот этих вот двоих я выковырил где-то час назад. Пусть лежат скрывают. Да. А вот эти десять яиц наклевок не имеют, вот, поэтому думаю, что там особо ждать нечего. Отсюда же я достал вот еще одно яйцо здесь. Болтун. Надеюсь, вам слышно. Вот. Значит, здесь, смотрите, вот по этим яйцам. Давайте скажу. Значит, мне понравилось, как лупились беги. Прямо четко, одновременно, кучно, все вылупились, кроме одного. Вот он. Видите, абсолютно сформированный цыпленок. Это я его разговаривал. Была ночь, и вот четыре часа, когда я спал, в общем, он уперся вот этой частью яйца в стенку лотка и не смог выйти. Вот, то есть я его загубил по большому счету. Так бы, если бы я контролировал, я поправил яйцо, он его вышел. Это биг. Остальные, значит, не вышедшие, это хайбриды. Вот это вообще мне интересно, яйцо. У него проклев не в положенном месте произошел. Низко, да. И, в общем, он тоже погиб. Вот. То есть, смотрите, у нас не вышло вот эту болту. Мы его берем. Четыре хайбриды. Причем, вот этот засох просто. Он присох, он не смог выкарабкаться. Они все живые были. Я, в принципе, смотрел, но не помогал, да. Как бы вот думал, здесь вот пленочка еще белая, прозрачная, как бы не сохшаяся. Я оставил, и вот он все-таки не смог выйти. Вот этот я профукал, тоже он был там под яйцами. Опять-таки, выводилось у нас вот кучно, да. Они не лежали, стояли какие-то там, в общем. Ну, в общем, блиц отработал на то, на что можно от него ожидать, другого говоря. Чудес от него ожидать не приходится. Поэтому яиц много, они не лежали, они стояли, как бы, в общем, вот так произошло. В итоге мы что имеем? 10 здесь и... Раз, два, три, четыре, пять. И шесть здесь. 16 яиц мы потеряли, да? 16 цыплят. Так что такой результат мы имеем. Покажем, завтра покажем, уже поздно. Завтра покажем вам цыплят в брудере, как они себя чувствуют. Там есть, у нас сейчас скажу вам, есть два, кому мы перевязали. Лапы, да? Снизу, Реверта. Да, два. Едва есть, которые на спину падают. Вот, то есть теряют ориентацию. И вот я заметил, что вот те, которые на спину падают, это как раз самые первые, которые выходили, в первую очередь. То есть, перегретые, я так предполагаю. Вот, те, которые выходили в общей массе, да, это вот как раз сегодня, они уже такие, знаете, опушеные, бодренькие, веселые, бегают, пьют и пытаются есть уже. Вот. И, конечно же, я думаю, что вот эти два, ну мы расскажем о них. Нет, другой, все понятно. Дополнительно, я думаю, что они тоже не особо жильцы, как бы, ну посмотрим, в общем, посмотрим. Расскажи, пожалуйста, мы продаем индюшат. Продаем индюшат, да, только хайперд рубликов мы себе оставляем. По четыреста рублей до пяти суток, да. Сколько у тебя есть еще? Чтоб, наверное, тридцать-сорок еще есть. Угу, тридцать-сорок еще есть. Так что давайте звоните нам, пишите, если вы рядышком где-то, мы можем предложить вам хайбридов. Как всегда, отдадим самых лучших, да? Ну, конечно, мы самых хороших отдаем всегда покупателю, дабы не упасть, не уронить свое лицо в грязь, так скажем. А самых проблемных себе оставляем. Да, может быть, поэтому у нас водянка бьет и сидит по бролерам, если... Да, и процент, продержать всегда наш, а не клиентов. Ну, короче, вот так. Так не надо делать, только мы так делаем. Нет, так надо делать. Делайте как мы, делайте лучше нас, делайте вместе с нами. В одном из следующих видео мы поговорим с вами о проблемах, которые в итоге получаются при выведении индюшат. Это перевертыши, это вертолеты, да, так называемые, разъехавшиеся лапки. Покажем, как мы с этим пытаемся бороться и результаты нашей борьбы. До скорых встреч, всего доброго. Здоровья вам и вашей птице. Здоровья вам и вашей птице.